Муфтий Республики Дагестан Шейх Ахмат Абдулаев посетил парк Аггель на редукторном поселке города Махачкалы, где совместно с имамами и религиозными деятелями принял участие в акции по озеленению столицы. По приезду в парк Аггель Муфтий Республики ознакомился с ходом проводимой работы по озеленению объекта. На территории сквера будет реализован новый проект. Его основная цель – полная реконструкция парковой зоны. Внести свой вклад в благоустройство города в эти дни может каждый желающий. Узнав о проводимой акции, представители Муфтията и имамы столицы Дагестана на своем примере показали отношения ислама к экологии. Посланник Аллаху, саллиллаху, говорил, если человек сделает что-то, чем будут пользоваться последующие годы люди, за это будет вознаграждение человеку, пока эта вещь есть. Допустим, вот эти деревья сажаются, они будут здесь стоять годами. И люди будут пользоваться этим парком годами. И даже после смерти человека, если человек какой-то вклад здесь внес, это вознаграждение будет идти человеку даже после этого. И поэтому хотелось бы, чтобы люди не пренебрегали такими делами. Допустим, считая, что это чужая работа, что город должен делать за этим делом. Это же наш город. Мы были очень рады, что приняли участие в этом сегодня, потому что посадить деревья – это жизнь. Поэтому я благодарен очень нашим имамам и нашему джамату, которые здесь, вокруг, участвовали в этом. И, ваше Аллах, это будет богоугодное дело. К экологической акции также присоединились глава Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов, председатель Даккомрелигии Магомед Абдурахманов, депутаты Народного собрания, представители общественности и власти. Очень много людей обратилось, и по сегодняшний день звонят, и обращаются, хотят посадить деревья. Каждому мы предоставили такую возможность. И на сегодняшний день, как вы видите, очень много людей. И завтра, и вчера, и образовательные какие-то структуры приходят, и сами администрационные структуры приходят, все, в общем, сажают. Ну и, конечно же, в комплексе это все должно быть большим открытым музеем под открытым небом для каждого жителя, для каждого гостя столицы. Будущее очень большое у этого парка. Организаторы акции передают эстафету ко всем горожанам и неравнодушным. Реконструкцию парка планируется завершить к 19 мая. В рамках презентации объекта состоится фестиваль флористики и ландшафта, который продлится в течение трех дней. Курбан Рагимов, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.